Эфесянам, 3 глава, 10 стих. Согласно Ему, многообразная мудрость Божья должна открыться начальством и властям на небесах через церковь. Можете пояснить этот стих? Чтобы открылась многоразличная премудрость Божья начальством. Эфесянам, 3, 10. Эфесянам, 3, 10. Чуть-чуть контекст прочитаем и поймем. Хорошо, интересный вопрос. Идем дальше. Мы перешли от Моисея к Эфесянам, 3, 10. И к премудрости и уже к небесам. От Моисея пошли к небесам. Читаем. Третья глава, чуть-чуть хотя бы контекст. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, я читаю со 2 стиха, данной мне для вас. Домостроительство благодати Божьей, данной мне для вас. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. То есть, где тайна, вы выше увидите про эту тайну. Он уже написал, то читая можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих. Это уже говорит о том, что прежнее поколение просто не знало. Моисей не знал. Оставьте Моисея в покое. А как же Моисей? Просто оставьте в покое, идите дальше. Мы застряли на каком-то там кнопочном телефоне, но уже есть другие смартфоны. Уже дальше. А как же тогда? Как же это люди, что были глупыми? Ты бы и кнопочный телефон не сделал. Ты бы и Моисея работу не сделал в его дни. Моисей молодец. Все, что он сделал, сделал. Дальше идите. Вот. Прежним поколением не было известно... Которое не было возвещено прежним поколением сынов человеческих, как ныне открытое святым апостолом его и пророком Духом Святым. Но вот эти вещи должны помочь вам понять, что то, что пророкам, апостолам открыто, прежним поколением не было открыто. Они уже строили на другом основании, на Христе, а не на Моисея. Дальше. Которого служителем сделался я, по дару благодати Божией, данные мне действия силы его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать. Это благовесствовать язычникам неисследимое богатство Христово. И открыть в чем, и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом. «Дабы ныне сделалась известная через Церковь начальствами властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Через Церковь, через то, что Бог сделал с людьми, то, что Он совершил, и то, что люди сделают через них на небесах, начальством, властям. Становится, люди открывают это. Это было сокрыто и начальствами властям на небесах. Это было непонятно ни небесным жителям, ни земным. То, что делал Бог через Иисуса. Поэтому, если так коротко, тут очень много интересных мыслей, очень много интересных достаточно. Это же тайна раскрытая, эту тайну надо связать и показать, где было сокрыто, а что открылось. Читая вообще послание Павла, он говорит, вы можете разуметь, хотя бы отчасти, можете разуметь эту тайну, о чем я выше частично писал. Так вот, о чем идет речь, если так вот просто подвести короткий итог, начальство и власти на небесах получают откровение и понимание Божией премудрости, и что Бог творит, и что Он совершает через человека. И Бог поставил человека выше всех небожителей, которые есть власти, начальство, ангелы, архангелы, каких даже мы до конца, возможно, и не знаем. Но через Иисуса Христа Бог возвеличил человека. Что значит человек, что ты немного унизил предангелы, но славу и честь увенчал. Это послание евреям начинается с этого разъяснения, как раз вот поясняется. И вот Иисус стал вот этим первым человеком, которому поклонились ангелы. Вы можете сказать, как такое не может быть. Просто читайте внимательно. Иисус, Он Сын Божий, а потом мы все сыновья Божьи стали. Поэтому Павел и говорит, что вы ангелов будете судить. Вы выше ангелов, неужели вы не знаете, ваше положение намного выше. Вы созданы во Христе Иисусе. И поэтому церковь – это как законодательное собрание, как собрание святых, которые творят что-то. Люди – это как боги, которые могут творить и созидать что-то. Ангелы просто слуги, выполняют работу. Но вы сыновья. Вот какое преимущество. Здесь показана одна из мыслей. Много здесь интересных моментов, но это нужно целую проповедь. Это нужно целое взять время, чтобы много об этом рассказать. Я так коротко поделился какими-то мыслями. Может, это поможет вам. Какие-то фрагменты из этого. Можем идти дальше. Какие-то фрагменты из этого. 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 Какие-то фрагменты из этого.